Здравствуйте, меня зовут Роман Вершилло, и я главный редактор сайта antimodernism.ru. Я бы хотел записать короткую такую реплику по поводу того, почему православие непонятно, а идеологии всегда понятны. Нам постоянно говорят о том, что мы выражаемся непонятно, и такая проблема действительно существует, и она, конечно, очень глубокая, и можно посмотреть, например, в исследовании Гарольда Инниса «Империя коммуникации», там насколько сложно можно развернуть эту проблему понимания, действительно, она существует, конечно. Идеологи, они всегда говорят просто, то есть идеолог он всегда говорит просто, прямо, или, скажем так, его слушателям кажется, что он говорит просто и прямо, то есть он знает своих слушателей, и слушатели выбирают идеолога, потому что он говорит просто и прямо. В этом есть одна такая сторона, что идеологи говорят то, что нравится толпе, то есть это момент, что ли, торговли словами, да, он возможен только тогда, когда ты торгуешь такими словами, на которые есть спрос, то есть люди что-то хотят услышать, они это услышат, они довольны, им кажется, что это понятно. Почему им кажется, что это понятно? Потому что они сами так думают. Это одна сторона проблемы. Но другая сторона проблемы, что идеологи, они, может быть, действительно так же устроены, как и их слушатели, потому что они страшные упростители. Это Буркхарт так их называл. Ужасные упростители. И если ты не упроститель, то ты не идеолог. И если ты не упроститель, то речь идеолога не покажется тебе простой и убедительной. Вот, ну, например, все говорят, что те, кто слышал Ленина, как он выступает, да, что он просто, как это, разрубал толпу, разрезал толпу своими фразами, которые давали понимание того, что происходит в России. Ну, в 1917 году, да, прежде всего, там, апрельские тезисы и все. Все правильно. И именно такое ощущение идеолог и должен вызывать. Если бы эту речь услышал какой-нибудь, ну, скажем, нормальный человек, то она бы и не показалась ему убедительной. В чем она должна была убеждать? Да, что революция должна совершиться, да? Почему она должна совершиться? Почему должно совершиться недолжное? И как это сделать, это недолжное? Почему тебя должно это убедить? Совершенно не обязательно, да? Это убеждает только тех, кто хочет этой революции. Внутренне с ней согласен, к ней готов и все такое прочее. То же самое происходит и у нас. То есть вся лжемиссия, она построена именно на этом, да? То есть, с одной стороны, ты просто даешь людям то, чего они хотят. То есть, они хотят спорта, пожалуйста, получите спорт. Они хотят заботы о детях, пожалуйста, получите детскую площадку при храме. Они хотят заботиться о животных, вот, пожалуйста, приют для бездомных животных при храме. Они хотят пример какого-то твердого хозяйствования, Пожалуйста, фермерское хозяйство при монастыре, при храме. Вот это очень убедительно действует. И это только одна из сторон. Вторая сторона, она такая, по-своему, даже более важная. Вот я говорю, что про прощение. Почему она более важная? Потому что она охватывает не только модернистов, но и антимодернистов тоже. То есть, ну, например, скажем, тебе говорят, что... Вот вы все там разводите, какую-то очень сложную систему. А на самом деле все очень просто. Протерея Александр Мейн, он еретик. Профессор Осипов. Ну, что вы с ним ненькаетесь? Он просто нестарианин, и все. Таким образом, это кажется простым. И, естественно, модернисты действуют точно так же. А вот в чем же простота этих определений? Можно, скажем, обвинить модернистов в предательстве Родины. Да, конечно, это правильно. Но в духовном смысле это не все. Хотелось бы чего-то еще. Чего-то не хватает. Дело в том, что модернизм – это ведь самообман. Это неверие, которое выдает себя за веру. И своеобразная вера. Вера самообмана, если так вспомнить. Такое определение из одного философа. Вера самообмана, она самое себя ставит как проблему. То есть, как вам сказать. Вера, она не проблематична. Вера Авраамова, она не создает никаких проблем. Почему? Потому что она вся упование на Всевышнюю. Человек, который верует во Христа и предстоит пред Ним, он не имеет проблем. То есть, это не проблематично. Все находится на своих местах. Бог на небе, человек на земле. Это в интеллектуальном смысле и в духовном тоже. Не является какой-то сложной проблемой. Все находится на своих местах. Все находится там, где этому должно быть. Как только мы говорим о вере модернизма или о неверии модернизма, сомнении модернизма, то это сразу проблема. В каком смысле? Что возникает сразу множество вопросов. И они, в общем-то, они неразрешимы до конца. То есть, их так много, этих вопросов, что они... Ну, в конечном счете, они нас подводят к злой воле, конечно. Так, да? То есть, если мы идем, 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 почему человек не верит? Да? То это его какая-то злая воля в данном случае. Это не просто как бы, что человек, не знаю, не слышал о Христе. Нет-нет-нет. Это проблема. Вызывает вопросы. И вот поэтому получается так, что такой вере модернизма не удается сказать просто. То есть, они... Конечно, это ересь. Модернизм. Конечно. Конечно. Профессор Осипов еретик. Ну, может быть, не нестырианин, да? Но еретик, безусловно. Или, например, протеремень. Конечно. Конечно, он еретик. Но, когда ты понимаешь это, и ты это говоришь, то ты понимаешь, что это вызывает сразу много вопросов. Ну, например, почему этот еретик, допустим, он нестырианин. Так почему же он находится в православной церкви? Почему он не пошел и не устроился профессором в нестырианскую церковь? Эмигрировал бы, нашел своих единоверцев по нестырианству, получил бы грант от американского правительства и там бы преподавал. Почему нет? Этого не происходит так. То есть, уже вопрос. Со стороны слушателей, со стороны иерархии тоже вопрос. Значит, как же так? Минуточку, подождите. Вот он, значит, еретик. А почему же он постоянно награжден-то? Почему он почетный профессор МДА? Почему его сочинения, там, менее, издаются издательским отделом московской патриархии? Почему его хвалит патриарх? Почему митрополит каждый год совершает его торжества, такие траурные мероприятия в его честь, менее? Если он еретик, ну, то он еретик. Правильно? Ну, это да. Но все остальное становится вопросом. Все-таки, подождите, почему же он в церкви? Почему он не анафимастов? Почему его ученики у нас? Почему его книги не анафимасты? Почему они распространяются? Почему им учат в духовных учреждениях каких-то учебных? Почему в воскресных школах? Почему они продаются, эти сочинения? То есть, почему они не опровергнуты, в конце концов? Выяснится, что они опровергнуты, но этого недостаточно. Почему этого недостаточно? То есть, сразу возникает множество вопросов, которые нельзя просто разрешить. То есть, поэтому не получается нам так упростить речь о модернизме, чтобы сказать, например, о нем одним словом. То есть, сказать-то можно. Но это не исчерпывает всей картины. Возникает сразу множество других вопросов. Конечное множество вопросов. Но раз ты на них будешь отвечать, то есть, отвечая по поводу меня, ты отвечаешь по поводу той современной русской церкви, которая терпит меня в себе. Современных русских православных, и не только русских, которые поведают ту же ересь, что профессор Осипов. Мы можем их узнать, мы можем их перечислить. И что это нам даст? Если, например, мы их не изгоняем из церкви. То есть, возникает сразу множество, множество вопросов, которые на одном уровне они очень простые. Ну, в том смысле, что эти книги не надо читать, им не надо верить и так далее. Но когда ты понимаешь, что рядом с тобой есть люди, крестьяне, которые им верят, которые читают, например, телеграмм Владимира Легойта и даже рекламируют его, то ты понимаешь, что да, значит, как-то не удается так вот сказать. Да, я все про него знаю, я его не читаю. И, в общем, как говорится, отстаньте от меня. Не получается отстать от меня, потому что может быть, они как-то не в церкви. Может быть, они как-то модернисты, как-то вот их ситуация в церкви какая-то проблематичная. То есть, непонятно, что они здесь делают, почему они здесь, почему они еще здесь, почему они на выдающихся всяких постах в церкви. Вот этом, да, это проблематично. А наша ситуация, она в этом смысле, она простая. Должна быть простая. Но она не простая, когда мы думаем о модернизме. Вот так вот я бы сказал. Поэтому не получается одним словом ответить про модернистов, про экуминистов. Не получается. Это будет упрощение. Упрощение, которое нужно для того, чтобы люди не думали. То есть, вот это упрощение, оно состоит в том, что те или иные хорошие или плохие люди говорят другим людям, тоже хорошим и плохим, чтобы они не думали об этом. То есть, например, протерей, мень, еретик. Все, дальше вы не думайте. Не надо думать, как он пришел в церковь, почему он в ней процвел, почему он обзавелся множеством учеников. Это не надо думать. Нет, это вы об этом не думайте. То есть, в самом этом простом определении, которое подается как простое, содержится идеологическое приказание. Это и есть идеология, потому что идеология, она общается как? Только приказанием. Приказ. Но она отдает такой приказ, который она знает, что его выполнит. У них там взаимодействие между собой. А когда ты не отказываешься выполнять этот приказ, ты отказываешься не думать, почему протерей Мень оказался в церкви, почему он в ней прославлен, и почему профессор Осипов в ней процветает, то ты оказываешься в какой-то особой ситуации. Твое положение в церкви, оно какое-то как бы его считают проблематичным. На самом деле оно не проблематично. Конечно, мы должны задавать эти вопросы, мы обязаны задавать эти вопросы, мы должны исследовать все эти проблемы до конца, и конец этому есть. Вот, собственно, мы этим на нашем сайте и стараемся заниматься. Благодарю вас за внимание. Это был Роман Вершилла, главный редактор сайта антимодернизм.ру. Роман Вершилла,